добрый день дорогие друзья с вами капля мы сегодня начнем небольшой сериал об отверженности я хотел бы поговорить на эту тему и знаете почему все чаще от служителей или просто от христиан я слышу две совершенно полярные точки зрения одни утверждают что отверженность это достаточно большая очень серьезная проблема в церкви другие абсолютно с той же степенью уверенности заявляет о том что такой проблемы вообще не существует кто-то считает что отверженность или чувство отверженности переживания этого является признаком того что либо в тебе недостаточно веры либо у тебя недостаточно хорошие гармоничные отношения с богом я хотел бы поговорить об этом я считаю себя сторонником той точки зрения что отверженность все-таки является проблемой и местами даже достаточно серьезной и мне хотелось бы поговорить о том каковы ее признаки как с этим справляться и что нужно делать для того чтобы это не наносило ущерб не нам лично не церкви и так у отверженности есть три фазы или три стадия три этапа как угодно и дальше мы поговорим о них первый это неприятие когда мы пытаемся стать частью какого-то сообщества будь то поместная церковь или какая-то группа в поместной церкви может быть служение и у нас это не получается второй этап или стадия это игнорирование когда ты уже являешься частью сообщества но по тем или иным причинам люди окружающие тебя делают вид что тебя просто не существует или ты не важен и 3 наверное самый болезненный и самый обсуждаемый вид отверженности это отторжение когда тебя выталкивают из того сообщества в котором ты находишься и не играет роли по какой причине мы более подробно поговорим обо всем об этом следующих каплях и так отверженность это дух демонический дух который на сегодняшний день как и дух сплетен и клеветы является будем говорить таким агентом проникшим в ряды церкви и сегодня я на сто процентов уверен в том что нам нужно начать с этим бороться противном случае это как замерзшая вода будет разрушать камни из которых бог созидает свое тело